Президенты от КПРФ на последних выборах и директора совхоза имени Ленина Павел Грудинин посетил краевые сельхозпредприятия и центральный рынок Красноярска. Почему агрария неприятно удивили цены на местную продукцию, расскажем в сюжете. Сейчас, в общем-то, мы уже ушли от цен, и вот плюсы чувствуем относительно. Почти 800 голов молочного скота комплекса «Солгон» такого внимания к себе не ожидали. На экскурсии в Ильинских цехах не просто аграрий из соседней деревни. Столичный специалист, заслуженный работник сельского хозяйства России, небезызвестный Павел Грудинин. Гостя интересует все, от объемов доения, а это десятки тонн, до роста цен на удобрение и топливо. Чьи кони-то? Борис Мельниченко, директор акционерного общества «Солгон», делится на болевшем. Предприятие приходилось поднимать собственноручно, обустраивать новые коровники. Как директор директору, специалисты рассказали друг другу о своих методах. Оказалось, проблемы местных и столичных аграриев схожи. Это и запланившие все прилавки, не всегда качественный импорт и программа сертификации грузов «Меркурий». Дискуссии с работниками компании подтвердили, в сельхозсфере нужно делать акцент и на людей. Социалку, достойные зарплаты, иначе комплексное развитие производства будет буксовать. В рамках рабочего визита Павел Грудинин заехал и в ЗАО «Назаровское», где прошло открытое совещание с руководителями сельских хозяйств. С инспекцией в самом Красноярске Грудинин побывал на центральном колхозном рынке. В фокусе агрария, ассортимент и цены на местную продукцию. Местная? Да. Нет, правда местная. 150 рублей килограмм. Местная картошка? Да. Это негуманно по отношению к городским. И фермеры, и перекупы делятся своей арифметикой. Сами покупают те же местные помидоры за 300, продавать приходится за 350-400. Закупочная цена немаленькая. Это Красноярска нормальные цены, вы о них и сказали? Да, в магазинах еще дороже. Мы всегда на уступки идем. На уступки идут и производители молочки и мяса. Приходится. Только за электроэнергию на торговой точке отдавать можно до 3000 рублей в месяц. Я выживаю тем, что мне очень много своих покупателей. Больше 35 лет на центральном рынке. В свою очередь Павел Грудинин рассказал нашим торговцам о столичных ценах. Но в Москве и покупательская способность выше, чем в регионах, отметил аграрий. В Москве цены на овощи примерно такие же. Морковь по 82 рублей или там свекла одна штука по 40. Это вообще запредельно. А есть только два решения. Повышение доходов населения. Второе. Поддержка отечественного сельхозпроизводителя не так, не на словах, а на деле. Пока сошлись во мнении и аграрий, и производителей идет вынужденное снижение цен. И на местный, и на импортный товар. Иначе просто не купят. Решить хотя бы часть фермерских проблем могло бы как снижение налогов, так и пересмотр тарифов на солярку, говорят торговцы. А пока приходится снижать поголовье скота и экономить буквально на всем. Анастасия Цыганова, Вячеслав Казаков. Новости Прима. Сегодня в Краевом комитете КПРФ прошло заседание актива, на котором присутствовали и кандидаты в депутаты ЗС, и Государственную Думу, и сторонники партии. На заседании были даны установки по обеспечению сопровождения на предстоящих выборах. Партия планирует пригласить добровольцев в штат наблюдателей. Реализуется проект «Красный контроль», запущен одноименный сайт. В работе актива принял участие и сторонник партии Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. В своем выступлении он затронул проблемы в аграрном секторе экономики, призвал присутствующих уделять больше внимания сельскому хозяйству. Такие предприятия, как наши, как Солгон, как Назаревская в вашем крае, показывают еще, что можно жить по-другому, можно жить достойно и развиваться предприятиями. Наше дело удержать тот результат, который мы точно получим, мотивировать наших избирателей прийти на избирательные участки.